Когда техник, по-моему, его звали Олег, по-моему, когда просто он вынужден был скрыться в Лондон, он скрывался, когда армянская диаспора преследовала просто техника иного. А зачем его преследовала? Утечка там, типа как официальная версия. И ты ходила до такого-то, что... Нет, ну просто человеку, были угрозы многочисленные. И у него была жена в Москве, дочка где-то лет, наверное, десяти, если не ошибаюсь. И они всей семьей должны, ну вынуждены быть... Ну извини, пожалуйста, если человек работает, у него все хорошо, особенно детей дергать, да, это очень болезненно с места учебы, с постоянного. Ну вот, они вынуждены были. Это освещалось очень широко, кстати. И ДФО освещало, и очень много ресурсов. Ну когда пропустил этот момент, ну, мы прямо как-то сразу резко начали. Вообще хотелось бы вначале узнать, кто ты такой, чем занимался или занимаешься в Нове? В Нове я не работаю примерно с того же момента, вот. Не совсем понравилась политика. Ну, я не знаю, это примерно похоже было на 90-е годы, когда люди устраивались торговаться фруктами, да, и в итоге, то есть обещали кучу там денег, все будет хорошо, будет карьерный рост сумасшедший, и в итоге как-то все это, знаешь, затормаживалось на определенном месте. Ну, и ты понимаешь. Например, в данном случае я, например, был из подмосковного города, то есть мне нужно было каждый день ездить в Новую. А зарплату тогда предложили мне, я был ЕГЭМом на фришке, то есть предложил работы, то есть наработки свои, причем наработки шли именно по ПТСу, то есть это был тогда популярный момент, когда, во-первых, в С4 фришки были очень распространены, и там только переработки начались на интерлёт, самостоятельные переработки. То есть, может быть, помнишь, такие были интерлёт фришки, которые предлагали там часть интерлёт-контента, но там не было там куполов там и все такое, которые очень насильно в механику, и это было сложно реализовать. Вот, то есть я комплексно работал по всем параметрам с фришкой, и то есть все наработки, которые у меня были, я вот предоставил сотрудникам ИНО, съездил в офис, естественно, ни с каким саркисяном, там даже близко познакомиться не удалось, встретил парень, который у меня младше, где-то лет на 5, наверное, он был. Говорит, здравствуйте, я ваш руководитель буду, мы вот сейчас попробуем с вами провести собеседование. Ну, это типа юнит-тест там такой был. Я понял, а в итоге кем строился ВНОВА? ГМ. ГМ и ГМ, то есть понравились музыки, которые я проводил. БУП он-то проводил. Ну, а в целом по работе ВНОВА в то время, что можешь сказать, понравилось, не понравилось? Ну, не понравилось, ты знаешь, я не знаю, может быть, это особенность любой такой вертикальной компании, потому что в силу возраста у меня не было возможности поработать там в крупной компании. Но там это представляло и такую иерархию отчетов. То есть на 50% примерно времени ты занимался тем, что ты должен был писать. Ну, это смешно, правда. Чем ты занимался вообще в последнее время? Ага. Ну, тогда вот, если так все с отчетами строго, такой вопрос, как могло получиться так, что некоторые ГМ все-таки могли рисовать вещи? Или все-таки не было рисования, это все слухи и мифы? Я считаю так, что вообще, зная именно корейскую даже механику сервера, потому что, ну, проходилось на фришке, я больше как фришник. То есть я в ИНОВе проработал ровно два месяца. И то есть я понял, что мне неинтересно за примерно, как бы, те же деньги, которые я могу получать у себя в городе, ездить в другой город и какой-то объем работы выполнять, который, ну... И, во-первых, мне непонятен, именно с логической точки зрения, вот, именно насчет траты времени. Ну, а с другой стороны, как-то разочарование просто было. С точки зрения, когда занимались именно серверами первой C4, с точки зрения аудита, с точки зрения логов, там вообще функционал был смешной. То есть там можно было и передача отенов, и передача конкретных итемов. Итемы через дроп, и все. И на этом здравствуйте. Например, я продаю итемы в магазин какой-то, просто как лишний дроп, да, что-то потестил и что-то продал. Это не фиксируется. То есть я могу, в принципе, ну, довольно-таки конкретные суммы передавать в третьи руки. В общем, на самом деле, ГММ имеет такую возможность? Ну, вот, допустим, там, берешь дуалы, S-дуалы обычные, продаешь их примерно за 4 миллиона. И эта адена, она, как бы, уже считается, ну, в принципе, отмытой. То есть гемо-аудит, именно автоматизированный гемо-аудит, он не позволял отследить вот эти вот сверхприбыль на руках. Дальше. Ну, возьмем скиллы, да, например, вот есть итем пакета сосок. То есть тысяча штук, да, там, если ошибаюсь. Ну, допустим. Вот. Ты юзаешь этот, как бы, итем, но на самом деле, ты, как бы, происходит использование скилла. Любой гемо может использовать любой скилл через, ну, две наклонные черты юзкилл. То есть это вообще, как бы, айди и левел. Дальше все просто. Ну, я понял. Вот. Ты можешь бесконечно клепать соски на инвентаре. Ну, и, конечно, дед там включить. Бесконечно клепать эти соски на инвентаре. Продавайте потом магазин за адену, и вся эта адена, она пройдет мимо логов. Мимо аудит логов. Хорошо. Это было на старте ROFA в 2008-м. Ну, я не уверен, что что-то изменилось. Думаешь, ничего не изменилось, и возможности повторения гем-сайта, это... Извини меня. Изменим, пожалуйста. Вот в Корее гем-мы, как правило, это вот разработчики, которые вот они просидели в офисе хотя бы полгода. Вот. Ему говорят, ты, чувак, нарисовал вот этого моба, вот этого моба, и ты в теме. Да. Ты проработал там с коллегами с этого отдела, с этого отдела. Ну, в принципе, да, тем можно доверить. Здесь набирают, вот это смешно звучит, по объявлению с улицы. Вот. Все-таки столько лет прошло, думаешь, в новинке ничего не изменилось? Честно говоря, сложно судить. А есть хотя бы, ну, вот, Вайт, ты, в принципе, такой вот старый игрок, довольно-таки, помню, было тесно сотрудничество между Гринд ФМ и новый на старте. Да, был с тем. Вот, я думаю, что ты подключился чуть позже. Ну, нет, с Гринд ФМ у меня, можно сказать, почти с самого начала был, просто... Не, вот когда вот с новой. Нет, с новой я уже тогда был, просто в основном как-то милы нет. Но я уже тогда был официально на Гринд ФМ. Это к чему-то шло, или это просто вопрос? Да нет, и примерно просто столько же за новой, столько же, сколько и я. Как ты считаешь, искреннили эту проблему или нет? Ну, то, что должны были искреннили, потому что компания стала на порядок выше и лучше. Раньше она была новичком, сейчас она уже продвинутый локализатор. Подожди, компания или продукт? И компания, и продукт. Ну, немножко это разные вещи. Просто компания, может быть, да, в какой-то части серьезнее начала относиться к этим вещам, но в Корее как бы относиться к этому изначально. Там изначально просто исключалась эта возможность. панелька выдавалась тем людям, которым ушло какое-то доверие. В Нове панелька выдавалась ну вот, да, может быть, троллинг, людям, которые пришли по объявлению. Ну, в общем, получается, из-за этого и была проблема на геймах. Нет, сейчас спрашивали уже иного такой вопрос повториться, может ли повториться то, что будет геймсайд, и нова сказала, что нет, больше такой проблем быть не может, и за этим пристально следят. Так что на классике геймсайд, я, наверное, больше буду сомневаться, неужели это будет правда. Ну, да, тут даже уже просто вопрос возраста, да, возьмем. Ну, кто будет с геймом работать, когда действительно, да, какой-то аудит ведется, ой, как бы объяснить так поточнее, что знакомства, заведенные тогда-то, тогда-то, они, как бы, в принципе, да, могли бы или быть, место иметь, и как-то, ну, была возможность реализовать. Ну, я понял. Тогда последний вопрос вот по этой теме, я даже хотел немножко в другое русло перейти тоже по инове, только вот последний вопрос, сам ли ты грешил такими делами? Честно говоря, были предложения, вот, причем, вот, сразу мне вот говорили, что вот такое предложение, и, по сути, вот, в итоге этого, если я все исполняю там все пункты договора, о чем мы там хотели договориться, я, в принципе, на год могу вообще не работать. Мне предлагали, то есть, у меня была зарплата 12,5 тысяч, в инове, ребят, ну, послушайте, цифры какие. это смешно просто. У меня там примерно была сделка примерно на 150 тысяч, где требовали ряд условий, там, адены, в основном, кстати, адены по определенной схеме, простите, просили, как бы, представить адены по определенной схеме, и в качестве топ-услуг, но это не совсем, как бы, материальные услуги, а информационные. То есть, проверять некоторых персонажей на наличие, там, того или иного шмата. Так, все интересно, вот и все. Ну, да, как бы, люди все тоже понимали, что. на фришках тоже, но вот, не, как бы, тоже фришки такие были-то, которые дофты имели статус хороший, то есть, не знаю, если я назову, например, там, фришку, которая уже не существует, это будет реклама на стене? Да нет, не будет рекламы. Вот, была фришка 2Server.ru начинали с четвертого года, это было C1, вот, я вот подсоединился, когда именно была уперта C4. На фришках такого рода, то есть, ну, это самый такой был случай, а действительно администратор продолжил забить по тенигам, то есть, это был 1 миллион рублей за где-то 7 месяцев. Это такая хорошая весна, то есть, я думаю, ты представляешь, какие прибыли поносили фришки. Да, я знаю немножко про это все. Вот, то есть, это весна и, действительно, по конец осени, аж уж, деньги кончаются, аж, где же мой бизнес? Вот, по итогам вот этих вот всех дел, то есть, там, миллион рублей, именно ГМа, именно ГМа навезли такой ущерб. И, то есть, тогда там уже пошли разработки по аудиту, по всему. Интервью мы с сотрудником и новым завершим. Официальную часть ты сразу не уходи. Еще раз напоминаю, это некоторые гости не сразу понимают. Вот, спасибо тебе, что согласился.